Могут ли казахстанцы в трудный момент рассчитывать на помощь прохожих? Ответ на этот вопрос знают алматинские пранкеры. В информбюро стартует новый эксклюзивный проект о социальных экспериментах, которые позволяют нам взглянуть на себя со стороны. И сегодня мы узнаем, готовы ли автолюбители бескорыстно подвезти до больницы человека, которому неожиданно стало плохо. Можете довезти, пожалуйста, парня? Я не знаю, ему просто плохо. А? Нет, мы молодые ребята не пьем. Во время эксперимента молодым людям удалось остановить около 70 машин. Кто-то откликнулся на беду сразу, а кто-то даже не стал слушать. Можете, пожалуйста, знаете, больницу на Новои на Америке? Пожалуйста, помочь парню. Результаты теста на отзывчивость удивили даже самих экспериментаторов. Выяснилось, что люди охотнее помогают женщинам. Большая часть водителей согласилась подвезти девушку до больницы совершенно бесплатно. И лишь половина готова была прийти на помощь молодому человеку. Конечно, девушку согласились процентов 90 довезти до больницы бесплатно. Причем сразу, не отпираясь на то, что ей там станет вдруг плохо и так далее. Парни, как ни странно, они боялись даже посадить машину. Все же, несмотря на многочисленные отказы, юные социологи в алматинцах не разочаровались. Десятиклассники Максим Веревкин и Денис Кресов вот уже три месяца пытаются разбудить в людях лучшие качества. Они искусственно создают трудные жизненные ситуации и наблюдают за реакцией окружающих. При этом весь процесс снимают на любительскую камеру. Школьники уже провели пять экспериментов. К примеру, они инсценировали похищение сумки и даже пропажу кошелька. Хочется всегда видеть людей, в частности прохожих, не важно, бабушек, дедушек, просто людей, всегда настроенными на добро. Побуждать людей, чтобы они совершали хорошие поступки. Алматинские школьники о движении пранкеров узнали из интернета. Там это направление представлено в разных формах. Изначально под пранком подразумевается обычный розыгрыш. Основоположником считается Джоуэс Кэкс. За свою жизнь он совершил более ста розыгрышей. Американец продавал часы со встроенным детектором лжи, заставил более двухсот людей проводить его в путешествии через Тихий океан на виндсерфере. Со временем это направление трансформировалось. Пранкеры стали заниматься полезными экспериментами, пробуждающими в людях порядочность, человечность и сострадание. Это социальный эксперимент. Вон там камера. Спасибо, что помогли. Оставайтесь с такими же домами. Жанна Рахимжанова, Яна Городецкая, Думан Сулейменов. Информбюро. 31 канал.